Здравствуйте! В эфире прямое включение из студии Одинцовского телевидения, программа «Главная тема». Ее ведущий Петр Горохов. И сегодня мы продолжаем серию наших передач, касающихся актуальных вопросов работы Одинцовской областной больницы. И в гостях у нас сегодня в студии главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Васильевич Фадеев. Андрей Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Номер студийный тот же 8495 508 86 84. Набирайте, представляйтесь и задавайте напрямую свои вопросы Андрею Васильевичу. Ну, а первый вопрос сегодня задам ему я. Андрей Васильевич, строительство новых и ремонт уже существующих медицинских учреждений в 2023 году. Строится и ремонтируется в этом конкретно году очень много. И, честно говоря, иногда даже в этом теряешься, в этом обилии. Расскажите, пожалуйста, что в этом году уже завершено. То есть не берем текущий ремонт, то есть то, что продолжается, а вот что уже завершено, под чем подведен своеобразный итог. Давайте начнем, наверное, с самого главного. Это, так скажем, начнем от больших объектов к маленьким. Самый главный объект в этом году – это у нас сдача поликлиники в Ромашково. Раньше это была амбулатория, значит, дореволюционные, так скажем, постройки, там деревянное было здание, два деревянных здания. Они были стеснены, и по распространению губернатора был подготовлен проект. Это современная новая поликлиника, и в этом году он был полностью реализован. И до сентября мы, соответственно, уже эту поликлинику приняли, мы открыли ее. И сейчас, конечно, так можно сказать, что это один из флагманов нашей Денцовской областной больницы. Новая большая поликлиника, 3000 квадратных метров, полностью укомплектованная и специалистами, что самое важное, так скажем, была большая кадровая работа, и, конечно же, укомплектованное оборудование. Поэтому сейчас поликлиника активно набирает себе новых жителей, потому что, если раньше у нас было в Ромашково, определено всего лишь около 2,5 тысяч человек, проживающих в 20 тысячах, то есть остальные все были, естественно, в Москве. То сейчас к нам примерно каждый месяц человек по 400, по 500 прикрепляется, тем самым, конечно, население, которое там проживает, мы на себя максимально забираем. Это, в первую очередь, конечно, оказание помощи, это около дома. И для больницы это, естественно, плюсы, потому что наши жители, мы прирастаем, мы получаем, можно сказать, заказчик подышевое финансирование от Минздрава в Московской области, от фонда. Конечно, в том числе тоже в интересах больницы. Дальше тоже очень важный объект, направленный на профилактику, это центр диспансеризации. Их всего в Московской области было построено в семь. Один из них был построен на нашей территории, на территории Березова, дом 5. Находится этот центр, соответственно. Центр тоже провел большую работу в этом году. Можно сказать, что мы ввели сейчас лидеры по диспансеризации, по профосмотрам по Московской области, в том числе благодаря этому центру. Ежедневно мы там оказываем помощь около 120 человекам, то есть, соответственно, работаем 5 дней в неделю. И при необходимости мы принимаем организованные коллективы по субботам. То есть, тем самым, центр тоже готов, современный, качественный. Соответственно, тоже также полностью комплектованными специалистами. Это врачи-профилактики, врачи-терапевты, рентгенологи и так далее. И, да, гинекологи. Центр работы, соответственно. Поэтому, кто еще не прошел диспансеризацию в этом году, призываю пройти ее. Это совершенно бесплатно. Для всех граждан Российской Федерации бесплатно. Можно прийти, там, за 2 часа ее пройти. То есть, много раз там уже проверяли я и Андрей Робич проверяли вместе, так скажем, проходили диспансеризацию. Это возможно. За 2 часа это такой, можно сказать, проверенный факт. Третий объект, который мы в этом году построили, это офис врачи-профилактики в Советском Слободе. У нас там тоже был, так скажем, старый офис. Он, конечно, не соответствовал всем нормативам, может, санитарным нормам. Тоже было принадлежение губернатором строительства нового офиса врача-профилактики. Он был построен. И в начале этого года мы, соответственно, его приняли. Там сработает тоже врачи-профилактики, который перешел со старого офиса врача-профилактики. Помощь, что там оказываем, оказываем активно. И сейчас по поручению главы мы хотим сделать такой маленькой амбулатории. То есть было поручение главы в части и усиления функциональной диагностики, в части усиления зачин-анализов, в части усиления специалистов по графику. То есть это уже следующий статус? Это следующий статус, да. Я думаю, что в январе месяце мы уже доложим об ее исполнении. Андрей Алексеевич, у нас есть звонок телефонный. Я предлагаю ответить и потом уже по ремонтам рассказать завершенным. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, мы вас слышим. Здравствуйте. Я в эфире. Да, вы в эфире. У меня вопрос, Андрей Васильевич, ну сначала не вопрос, а благодарность. Я бы хотела сказать за Ромашковскую поликлинику. Такая современная, знаете, как будто в таком крупном медицинском центре находишься. Большое вам спасибо, уже были, ходили. Но единственный вопрос, появятся ли там врачи-стоматологи, потому что все-таки за зубном приходится ездить в Одинцово пока что. Спасибо за вопрос. Да, спасибо. У нас было поручение главы про Ромашкова. При проектировании не шли стоматологию, соответственно, потому что изначально не было в амбулатории. И когда строили поликлинику, собственно, проект по стоматологии, так скажем, на данное население не было учтено. Но было поручение главы по инициативе жителей о поскоритом стоматологического кабинета общей практики. Мы, соответственно, сейчас, так скажем, формировали необходимую заявку на оборудование, подали заявку сейчас в Минздрав. Я думаю, что также в течение двух месяцев, как будет заявка на Минздрав в Масковской области, мы там откроем кабинет стоматолога. Для этого, собственно, и свободное помещение мы уже понабрали. Естественно, будет соответствие всем необходимым санэпиднормам. То есть, это и стены, так скажем, полностью облицованные в плитку. То есть, это все мы уже подобрали. Поэтому, я думаю, что в течение двух месяцев мы такой кабинет откроем и пролицидируем. Ну, то есть, перспектива самая радостная. Да, и она, можно сказать, самая ближайшая. И теперь по ремонтам. Какие ремонты завершены уже в этом году? Что ремонтировалось и что завершено? На самом деле, у нас в этом году завершено 6 объектов ремонтных. Там, я думаю, что, наверное, мелкие объекты будут никому, так скажем, неинтересно, что мы сделали. Из глобальных объектов мы в КЦО Мире, это тоже 2020 года, это наш филиал. К нам прикрепленный оранжевый болтодирный юрлицо тоже в Московской области. Мы там сделали современных 7 уникальных операционных. То есть, в целом, мы хотим этот комплекс в будущем использовать как центр плановой медицинской помощи. Сейчас, вы знаете, наш юридический корпус находится в ремонте. И там тоже будет современный уникальный центр. Но мы хотим делать его центр экстренной и плановой медицинской помощи. То есть, в Одинцово будет центр экстренной помощи. Соответственно, в Вениграде, в КЦО Мире, останется центр плановой медицинской помощи. И поэтому эти операционные уникальны для Московской области. Они современные, специально ламинарные потоки, которые обеспечивают полностью ремень операционной. Конечно, в таких условиях, как мы создали для хирургического профиля, наши врачи только об этом мечтали в Одинцово. Сейчас это реализовано. И мы хирургию разобьем потом на две части. Это будет и плановая, и экстренная хирургия будет реализована в одном нашем юрлице. Кроме того, большой ремонт тоже уже закончился. Можно сказать, что у Голицына на керамике полностью новая крыша, обновлены фасады. Новый ремонт частично сделан в Царской амбулатории. Мы ее подали в программу капитального ремонта. Я думаю, что Минздрав на будущий год нам ее согласует. Но пока мы там своими силами сделали текущий ремонт. Кроме того, сейчас будем ремонтировать ФАП в Убор-Дубецкий. Уже получено, соответственно, понимание из Нраво-Московской области. Я думаю, что в ближайшее время тоже выйдем на ремонт этого ФАП, который тоже востребован с жителями. По остальным объектам. У нас ведем текущий ремонт. Это и Барвиха, это и амбулатор Лесного городка и так далее. То есть такие ремонты текущие. Можно сказать, что это просто поддержание внешнего состояния, соответственно, функциональности амбулатории. Андрей Васильевич, я предлагаю посмотреть сейчас небольшой сюжет о поликлинике в Ромашково, чтобы подытожить ту тему строительства, которую вы сейчас осветили. А потом у нас есть звонок и потом уже мы выйдем в эфир прямо со звонка. Прошу коллег поставить сейчас сюжет про поликлинику в Ромашково. Яркое, просторное, современное. Вместо старого еще дореволюционной постройки. Новое здание в Ромашково возвели в кратчайшие сроки. Раньше на этом месте была амбулатория. Теперь полноценная поликлиника. Если раньше у нас был здесь только один терапевт, когда это было еще амбулатория, то сейчас у нас здесь будет порядка 35 специалистов. Это и хирурги, и гинекологи, и неврологи, и кардиологи, и функциональная диагностика. Рентген не только российского производства, но и с отечественным программным обеспечением. Мобильный аппарат ЭКГ с его помощью можно провести исследование на дому. Аппарат УЗИ экспертного класса. Последние модели. Техническому оснащению поликлиники в Ромашково могут позавидовать крупные медицинские центры. В крупном кабинете гинеколога, там у нас присутствует бистер-скоп. Бабулатория, это вообще на общество. То есть для диагностики гинекологи просто маленькие. Из 35 специалистов 32 уже приступили к работе. К концу октября вакансий в поликлинике не будет. Травматолог-ортопед Рашид Гусейнов высшее образование получил в Краснодаре. Работал в Волгограде. Потом решился на переезд в Подмосковье. Оценил здесь есть и поддержка съемного жилья, и земский доктор, и, конечно, ипотека. Но больше всех новой поликлиники рады жители Ромашково и Немчиновки. Раньше возможности получить медицинскую помощь в шаговой доступности у них не было. Ну, в Одинцово тоже хорошая поликлиника, но очень доверяется. А сейчас как-то без ушей дошли. Мы все в школу дошли, да. Первые пациенты оценили удобство новой поликлиники и уже знают, как сделать ее еще лучше. Предлагают добавить кабинеты стоматолога и физиотерапии, аптечный пункт, расширить парковочное пространство. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов заверил, все пожелания при дальнейшем развитии поликлиники будут учтены. Евгения Августина, телекомпания Одинцова. Спасибо коллегам за такой наглядный, хороший сюжет, который действительно сопроводил первый вопрос. Андрей Васильевич, у нас есть звонок, давайте ответим и потом двинемся дальше. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте Ваш вопрос нашему гостю. Вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте, Фокина Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу моего мужа, по поводу его смерти, Фокина Сергея Валентиновича. Почему ему в Венезрозе не было оказано должное медицинское услуги, не было плазмофореза, не было моноглобулина, ничего не было, анализы не были брату моего мужа. Я к Вам записываю, господин Фадеев, а Вы никак, Вас никак не поймать. Так, отвечаем? Да, я так понимаю, что вопрос закончен. Спасибо Вам за вопрос, Андрей Васильевич. По поводу смерти, да, я соболезную по поводу смерти Вашего мужа. По поводу того, что у нас нет плазмофореза, и, соответственно, чего-то из оборудования, из медикаментов в Звениграде, то можно сказать, что там на самом деле сейчас все это есть, и у нас проводится, скажем, в нашей реанимации проводится идеализ, и есть необходимое оборудование. Что касается смерти, если Вы считаете, что помощь была оказана или показана не на должном уровне, то Вы можете обратиться, соответственно, в Следственный комитет и, там, либо в Росздравнадзор. Мы готовы, соответственно, конечно, максимально помогать и всю медицинскую информацию предоставить. Что касается по записи ко мне, то я веду прием каждую среду, веду каждую среду приема с 15 до 17.00. Соответственно, когда меня вызывает Минздрав, у нас тоже бывает, так скажем, совпадает о совещании с моим приемом, то прием проводят ответственные заместители. Соответственно, если это стационарная помощь, допустим, это Завенигард, это был провел прием Нашмед, из их инженекладированный, если это помощь поликлиническая, то Корнилова Нижнева Николаевна. Соответственно, у нас ни одно обращение у нас не стоит без ответа, мы всегда на них отвечаем, и, естественно, если там будет доказано, что помощь была оказана в недолжном объеме, либо оказана, может быть, там неправильно, тогда, конечно, мы готовы принести ответственность. – Ну, я хотел бы сказать, что тут и психологический момент, в таких тяжелых ситуациях всегда кажется, что можно было сделать чуть-чуть больше, но на самом деле это так или нет, ну, действительно, тут… – У нас очень много проверящих органов, поэтому мы готовы предоставить информацию. И Розравнадзор, у нас есть целый проверящий орган, соответственно, управляет здравоохранение, и, так скажем, занимательский комитет Московской области, тоже нет нашими делами, то, конечно, мы готовы информацию предоставить, и по первому запросу этих органов. – У нас есть еще один звонок от телезрителя, предлагаю послушать и ответить. Добрый вечер, представляйтесь и задавайте Ваш вопрос Андрею Васильевичу. – Мы Вас слушаем. – Меня зовут Макаревич Иван Михайлович, проживаю в Одинцове. – Да, Иван Михайлович, мы Вас слышим. – Лечился консервативное лечение у Перхушковой, консервативное лечение, сейчас закрыли, и не знаем, где лечиться. – Спасибо за вопрос, Андрей Михайлович. – Добрый вечер. Мы Перхушково сейчас закрыли на ремонт, мы пока об этом не договорили, у нас наши два объекта находятся в ремонте, это, скажем, из основных, это наш хирургический корпус и больница Перхушково. Вы лечение получаете консервативное либо по офтальмологии, скорее всего, оно может быть консервативное, либо, соответственно, может быть по терапии. Мы тот профиль сохранили, соответственно, мы сейчас ни одной койки не уменьшили. У нас профиль терапии и офтальмологии сейчас можно получить в КЦУМЕР. Там был сделан ремонт, о чем я тоже не сказал, под отделение офтальмологии. Все койки полностью сохранены операционные, то есть, если потребуется какое-то оперативное лечение, соответственно, мы тоже его готовы провести. Поэтому вы также обращаетесь к офтальмологам поликлиническому, поликлиническому, либо к терапевту, и дает направление к нам на госпитализацию, мы также вас госпитализируем. Поэтому в этом плане ни дефицита коек, ни очередей у нас так же, как их и не было, так они и не появились. То есть, в принципе, это в пределах нашего муниципалитета. То, о чем вы сказали, это отремонтированное медучреждение. Еще один звонок, Андрей Васильевич, продолжаем отвечать нашим телезрителям. Я хочу напомнить, сейчас секундочку прошу подождать телезрителя, который нам позвонил, и сказать, что можно еще и в телеграм-канале оставлять вопросы, и они тоже будут по возможности озвучены. Ну, а теперь ответ на телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, я Бурмистрова Ольга Владимировна. Да, Ольга Владимировна, я хотела бы узнать, когда будет открыто, планируется открытие нашего ЦРБ и Перхушковской больницы. ЦРБ и Перхушковская больница. Вы имеете в виду стационар Перхушковский, то есть тот, о чем частично перекрывается предыдущий вопрос. Сроки открытия. У нас по срокам открытия нашего хирургического корпуса на Бирюзово 3Г срок стоит в март 2025 года, но сейчас идут ремонтные работы с, скажем, опережающим графиком, поэтому нам обещают, что откроется в декабре 2024 года. Это по Бирюзово 3Г. По Перхушков у нас стоит сейчас июнь 2025 года. Там ремонтная работа тоже уже, можно сказать, в полном разгаре, я думаю, что тоже ожидаем, но скорее всего они закончатся в первом квартале 2025 года уже. Соответственно, еще где-то год, наверное, почти до открытия хирургического корпуса и примерно полтора года до открытия корпуса Перхушкова. Я хочу тоже, чтобы вы еще раз подчеркнули такой момент, Андрей Васильевич. Невозможно было уже обходиться косметическими какими-то мерами и полумерами. То есть объекты требовали действительно капитального уже ремонта, закрытия и полностью разбора до коробки, можно сказать, и нового наполнения. По хирургу корпуса, конечно, я думаю, что все видели наше состояние дручающих даже стен. Там, конечно же, и операционные были примерно в состоянии, может быть, чуть лучше. Конечно же, поэтому там ремонт назревал давно. Если бы не история с ковидом, конечно, он бы состоялся бы намного раньше. Но история с ковидом, она, конечно, отодвинула примерно на 2-3 года историю с ремонтами. Поэтому, собственно, в этом году у нас наконец-то корпус попал в программу капитального ремонта. По Перхушкова корпус попал, мы тоже планировали капитальный ремонт вторым этапом. И так получилось, что в Минздраве Московской области, соответственно, выспались деньги на ремонт. Естественно, учитывая, что у нас была готова проект документация, поэтому наш корпус, он тоже попал в ремонт Перхушковский. И тем самым сейчас там формируем делаем полноценный региональный сосудистый центр. Это, конечно, будет тоже новое слово в захоронении городского округа Одинцова. Это будет один из самых больших крупных центров по Московской области. Это полноценная реанимация, там порядка 40 человек. Это две ангиографические операционные, это две операционных общего профиля. И, конечно же, там коечный фонд будет примерно 270, то есть 170, как он и был, соответственно, до ремонта. Но это будет направлено в перчинное лечение, так скажем, жизненно важных состояний, таких как инсульты и инфаркты. Ну и традиционно жители интересуют, смогут ли именно жители нашего муниципалитета обслуживаться там, получать помощь. Все-таки основное было, так скажем, почему именно в Перхушково, потому что было расположение, выбрало основным критерием, потому что центр находится, можно сказать, в центре городского округа, то есть ближайший доезд из Одинцова, сохранение золотого часа, ближайший доезд из Кубинки, из Вениграда, из Голицына. То есть тем самым, поэтому, исходя для территориального расположения, было выбран этот центр, как основным в части сосудистого центра. Были предложения сделать это два. Один в Одинцово, один в Вениграде, соответственно, чтобы можно было, так скажем, по доке разделять, так говоря, восток и запад. Но делать два половинчатых центра тоже было не рационально, поэтому сейчас весь мир движется к тому, что мы объединяем компетенции, так скажем, в крупные центры, поэтому, конечно, тоже мы это сделали в Одинцово, чтобы набрать полноценный штат реаниматологов, чтобы набрать полноценный штат сосудистых хирургов, соответственно, врачей эндоксулярной хирургии. Это тоже штучный товар, но нам удалось это сделать, когда заработал центр Водинцова на Бирюзово-3Г, и, соответственно, мы, конечно же, их сохраним. Ну и оборудование саккумулировать в одном месте. Да, конечно, чтобы это было... Самое главное для таких пациентов – это, конечно же, дверь-баллон. То есть, чем пациент быстрее заехал к нам в стену учреждения и до момента постановки у него баллона, чтобы, соответственно, остановить кровоток именно в сердце. Это, так скажем, самый важный критерий, который сейчас во всем мире именно считается на минуты. Очередной звонок у нас есть на линии наш телезритель. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем. Звалифин Анатолий Сергеевич. Вопрос такой. Невозможно получить инсулин в районе. Вы можете поконкретнее о проблеме сказать? Невозможно получить это. Где конкретно? Ну, не могу второй месяц получить инсулин. Инвалид второй группы. Вы можете оставить свои контакты? Вы сейчас продолжаете оставаться на линии, да? Вот оператору, с которым вы сейчас разговариваете, можете свой контакт оставить? Андрей Васильевич ответит. Ну, а если потребуется уточнение, то лично тогда вам перезвонят. Андрей Васильевич, итак, что за проблема? Значит, насколько оно серьезно? На самом деле, про инсулин сейчас я слышу впервые. Потому что у нас есть, так скажем, пул обращения к нам. Именно из-за того, что люди могут получить препараты, допустим, как параллельно таблетированного ряда. У нас полномочия в части выдачи лекарства препаратов не разделены с медитра в Московской области. Соответственно, мы выписываем от себя рецепты, формируем показания на назначение данных препаратов. Соответственно, медитра в Московской области, через аптеки Мособовый сервис их обеспечивает. Если вдруг какой-то препарат закончился, потому что у нас сейчас, так скажем, учитывая ситуацию с инсулином, может быть, инсулин был импортного производства, то мы предлагаем налоговую замену. В данном случае надо разбираться, почему, то есть, либо там, так скажем, обычный инсулин не подходит, поэтому требуется, скажем, под пациент индивидуальная закупка. Это полномочия в здравомосковской области, либо, соответственно, выделение субсидий нам, чтобы мы под пациента скупали инсулин. Либо сейчас, так скажем, банально не предложили замену, такое тоже у нас бывает, к сожалению. Тогда сейчас, я думаю, отработаем мы именно адресно с этим пациентом, в чем была проблема, где был сбой, и адресно отработаем, чтобы пациент свой инсулин получил, конечно же. Я думаю, что если бы проблема была системной, вы бы точно об этом знали. То есть, скорее всего, в этом конкретном случае произошло какой-то или сбой, или недопонимание. Тем более 2 месяца, скажем, длинный срок для диабетов, конечно. Конечно, контакт есть. Я думаю, что тут просто уже в адресном порядке в частном. Андрей Васильевич, продолжаем. Частично вы уже ответили, отвечая на вопросы наших зрителей, вы ответили на мой второй вопрос, о том, какие медучреждения сегодня находятся в стадии ремонта. Вы рассказали об основных ремонтах. Ну и строительство. То есть, что сейчас продолжает строиться, и насколько это важно для нас построить те учреждения, которые сейчас именно строятся новые. Значит, из нового сейчас строится уже у нас центр диагностики в Ромашково. Тоже будет находиться, скажем, в дом расположении для жителей месте, чтобы было удобно доесть, соответственно, и, так скажем, тоже около МКАДа, и, соответственно, так скажем, получается, в восточной части города Тенцова. Там сейчас строится большой КДЦ, тоже будет тяжелым оборудованием. Там будет и МРТ, и КТ, и возможность прохождения чекапа за, там, скажем, за 2 часа. Такая же будет диспансеризация, профосмотры. То есть, соответственно, максимально будем уделять внимание именно профилактике. Кроме того, сейчас у нас принято решение о строительстве поликлиники в Трехгорке. Там будет строиться большая современная поликлиника в Трехгорке. Уже есть проект, утвержден, сооритет Министерства Московской области. Я думаю, что в течение ближайших там месяцев начнется уже сами строительные работы. Принято решение, губернатором Московской области о строительстве поликлиники в Лесном городке, вероятно, в Кусарской балладе. Эта большая поликлиника объединит в себя и жителей Уфарской баллады, и лесного городка. И там, естественно, будут и специалисты, и первичное звено. Поэтому тоже были очень сложные проекты, был сложный выбор участка именно по строительству большой поликлиники. Там поликлиник будет на 500 в течение смены. Это огромная поликлиника, можно сказать. Если сейчас наша первая поликлиника на 650 в течение смены, соответственно, будет уже 500. Можно сказать, что сравнимо две больших поликлиники будет. Это из основных, которые приняты решения, и устроение начнется в ближайшее время. Сколько таких объектов? По-моему, от двух до трех лет, да, строится? Ну, как пока, злопот Ромашкова построили очень быстро. Мне кажется, чуть-чуть больше года, наверное, они построили эту поликлинику. Я думаю, что при адекватном контроле стороны руководства Московской области это будет уже сделано. Я думаю, что там такие, можно сказать, до двух лет вполне обозримые сроки. Андрей Васильевич, ну, то, что касается строительства, это более-менее понятно. Но мало построить коробку, да. Ее надо наполнить еще, во-первых, оборудованием, во-вторых, кадрами. Да, вот хотелось бы, чтобы Вы сказали, сейчас мы ответим еще на один звонок телезрителя, и потом поговорим и об обновлении оборудования, и о укреплении кадрового состава. У нас есть очередной звонок, я так понимаю, да? Давайте ответим на него. Задавайте Ваш вопрос, мы Вас слушаем. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер, мы Вас слушаем. Здравствуйте, я Шулепова Татьяна Ивановна. Здравствуйте, я Шулепова Татьяна Ивановна. Проживаю в Гусарской балладе. Вот нам сказали, школу закончат, начнут строить больницу, поликлинику. Скажите, когда будут строить поликлинику? Да, Вы, очевидно, не находите сейчас у телевизора, потому что только что Андрей Васильевич на этот вопрос ответил. Андрей Васильевич, в двух словах. Еще раз повторите. Именно по Гусарской балладе, что сейчас ведутся проекты искательной работы, что уже принято, так скажем, решение о строительстве поликлиники на абсолютно причине смену. Поликлиника будет располагаться в Гусарской балладе, там на месте здания, который потребуется снос. Я думаю, что жители об этом знают, потому что лично пришел губернатор, соответственно, и им был сделан выбор площадки по строительству поликлиники. Сейчас ведутся проекты искательной работы со стороны Минздрава и больницы. Мы подали заявку на количество посещений, мы сделали расчет на количество кабинетов, врачей и так далее. То есть, эта заявка сейчас находится уже в работе, и, соответственно, сейчас формируется проект этой поликлиники. Я думаю, что до полугода обычно идут проекты искательной работы, поэтому я думаю, что в первом квартале уже начнутся работы, так скажем, либо подготовка, либо подготовка начнется к строительству, либо само строительство начнется уже. Да, и Татьяна Ивановна тогда лично убедится, в каком месте эта поликлиника будет. Итак, что касается обновления оборудования, планы, какие были на 2023 год, все ли сделано, все ли завершено? Ну, значит, мы в этом году у нас был, так скажем, год в части поставки был тоже довольно-таки объемный. Мы получили 148 позиций, уже сейчас получили на настоящий момент, так скажем, более-менее тяжелое оборудование. Это касается рентгена установок, это касается передвижного рентгенкоммерса, мы сейчас тоже его получили, уже теперь будет у нас, так скажем, свой, суммарно у нас сейчас будет 4 единицы мобильных коммерсов, это и ФАП, и мобильные, и, соответственно, вот сейчас уже есть рентгенустановка для выполнения рентгенологического исследования. Кроме того, мы получили новые стойки энескопические, получили новые ЗИА-аппараты, и тем самым, там, где раньше, соответственно, мы никогда этого не было, там, допустим, у нас в Галисе был дефицит, у нас был дефицит, был, так скажем, в роддоме, в женской консультации. Сейчас, конечно, мы полностью скомплектовали современными качественными аппаратами экспертного класса, я про УЗИ сейчас говорю, и, соответственно, думаю, что эта проблема сейчас полностью, пойдет, там, и с очередью, там, и с, так скажем, недоступностью этих исследований. Но до конца года еще будет поставлено оборудование, это будет, ждем современные навигационные системы для нейрохирургии, это тоже будет новый, так скажем, уровень оказания нейрохирургической помощи, когда у тебя система позволяет, так скажем, ориентироваться, так скажем, в голове человека, когда, собственно, помогает, потому что, и это, конечно, будет использована, во-первых, операции будут малоинвазивные, во-вторых, конечно, это качество совсем будет другого уровня, и мы хотим все-таки замахнуться на высокие медицинские технологии, получить лицензии на ВМП и, соответственно, заниматься уже этой же хирургией, так скажем, на уровне экспертов, на уровне федеральных центров. Андрей Васильевич, вопрос из телеграм-канала Одинцовского телевидения хотелось бы, мне кажется, он соответствует, как бы соотносится с тем вопрос-ответом, который вы сейчас давали, по открытию кабинета физиотерапии в Татарковской амбулатории. Был соответствующий протокол, пишет подписчица, и хотелось бы узнать. Я так понимаю, что кабинет физиотерапии – это все-таки в первую очередь оборудование, да, Татарковская амбулатория? Значит, под Татарковской амбулаторией нами была проведена большая работа, это касалось укомплектования кабинетов гинеколога, хирурга, врача-стоматолога. В поиске этих специалистов мы плотно работаем, можно сказать, что с активными жителями поселения Чистцы. Тем самым у нас там существует выездная форма приема населения, соответственно, это выезжает невролог, хирург, выезжает эндокринолог и так далее. И во время последнего взята главы было поручение по поводу подготовки кабинета физиотерапии. Мы, соответственно, подали заявку необходимого дооснащения, потому что там кабинета никогда не было, и, конечно же, там то, что было оборудование, давно уже морально устарело и не может быть использовано. Поэтому подали, соответственно, на дооснащение. Я думаю, что в течение первого квартала 2024 года, я думаю, что мы это получим и, естественно, кабинет дооснастим. Спасибо за ответ. Я предлагаю небольшой такой итог подвести нашему разговору об оборудовании, сюжетом, который мои коллеги приготовили. В поликлинике в Ромашково похвастались новым рентгенаппаратом. Давайте посмотрим, как это выглядит, эта красота, какой она бывает. Порадуемся за Ромашково. Прошу. Отечественный, полностью цифровой. Изображение на компьютер сразу поступает в виде картинки. Время на расшифровку тратить не нужно. Новый рентгеновский аппарат установили в поликлинике в Ромашково. Работать на нем одно удовольствие, говорят врачи. Доза облучения минимальная, а вот качество изображения выше всяких похвал. Включили первый раз. Уже все понятно, легко. Это самое главное для врача, когда он легко на новом месте осваивается и приступает к работе. Это получается, что более эффективно мы работаем для пациентов. Подбородок нужно поставить в эту область, приоткрыть рот и слегка запрокинуть голову. С этим аппаратом Елена Наты. Видеть пациентов насквозь в буквальном и переносном смысле для нее дело обычное. Профессии 9 лет, признается. Прошла большой путь от медсестры до врача. Когда пришла в ВУЗ, у меня были одни цели. И дальше уже медицина лепила из меня врача. Я подрабатывала медсестрой и видела ее с этой стороны. И дальше, когда пришла работать рентгенологом. Переехала из Барнаула в Подмосковье по программе «Земский доктор» в поликлинике в Ромашково. Работает со дня ее открытия. Адаптации не было. Сразу влилась в работу. Я как рентгенолог, да, я вижу динамику, если люди болеют. Да, есть, конечно, заболевания, которые прогрессируют, а есть, которые излечиваются. Когда ты это видишь, когда он приходит, да, у него одышка, нет сил. Это одна история. Когда он приходит через 10 дней на своих ногах, улыбаясь, мне лучше, вот она, вот она моя энергия, вот они, мои силы. Переломы, ушибы, заболевания внутренних органов. Каждый день Елена проводит исследования, расшифровывает их результаты и делает заключение. В рентген-кабинете все работает, как часы. Мы приходим на работу, включаем аппараты, производим осмотр кабинета и приступаем к работе. Вызываем пациента очередного, записываем его в журнал и дальше уже укладываем, ставим, снимаем. Процесс запущен. На достигнутом Елена останавливаться не собирается. В планах освоить аппарат МРТ и продолжить обучение в аспирантуре. Карина Геряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Спасибо коллегам за замечательный сюжет. Андрей Васильевич, мы продолжим вопросом о кадрах. Укрепление кадрового состава был ли успешным в 2023 год, на Ваш взгляд? Есть ли еще в этой сфере резервы? Вообще, какой объем выполняют те люди, объем работ, которые трудятся в нескольких десятках учреждений Одинцовской областной больницы? Когда я думаю, что Вы знаете, мы одна из самых больших больниц в Московской области. Конечно же, у нас кадры вопроса не у нас основные даже, можно сказать, не оборудование, а кадры. Это все-таки основные наши вопросы, чем мы сейчас занимаемся. У нас год был в целом успешный. У нас мы привлекли больше 200 новых сотрудников в нашу больницу. К сожалению, у нас были тоже и потери, когда от нас люди уходили, уходили другие регионы. Уходили в основном, это, конечно, Москва. Поэтому, конечно, у нас тоже были потери. И несмотря на все программы, которые в Московской области существуют, у нас не всех удалось удержать. Но в целом в сухом остатке у нас на настоящий момент около 60 врачей осталось работать, соответственно, постоянно в Одинцово уже. Около 60 также медицинских сестеров осталось работать постоянно в Одинцово. Конечно, косвенный переезд повлиял на ток кадров, косвенно повлиял. Все-таки, я думаю, что это и транспорт у нас доступен до Москвы, который для нас очень хороший, удобный. И, конечно же, все-таки уровень зарплаты в Москве, он незначительно, но выше, чем в Московской области. Что касается по цифрам, которые мы, допустим, за этот год, за эти 11 месяцев, так скажем, пролечили, проконсультировали, то цифры, конечно, очень огромные. Если мы считаем наши консультации, которые мы сделали, это все врачи, специалисты и первичное звено. По суммарной, это больше 1,6 миллиона консультаций было проведено врачами Одинцово-областной больницы населения нашего городского округа. Это, я считаю, только население городского округа, то есть без, так скажем, без других регионов, без оказания экстренной медицинской помощи и так далее. Что касается по стационарным отделениям, то у нас тоже 1700 коек, это мы также в больших больницах в Московской области. То здесь у нас 44 тысячи, почти 45 тысячи госпитализаций было сделано для жителей тоже городского округа. Естественно, это не то, что 45 тысяч, может быть, пациентов. И там, может быть, сам пациент, который носит системный характер, куда поступать, допустим, на химиотерапию. Он регулярно, ежемесячно это лечение получает. Тут кому-то удаляли пендицит, соответственно. Но это разово, и больше пендицит уже он не отрастет. Поэтому, конечно, можно сказать, что всего на настоящий момент, на 22 число мы пролечили 44 тысячи человек уже через наши стационары. Конечно, когда мы сейчас, я думаю, что откроем хирургический корпус после ремонта, верхушку откроем после ремонта, я думаю, что эта цифра существенно увеличится. То есть мы, я думаю, что в год будем гораздо больше уже и пролечивать. И сейчас наш роддом тоже бьет рекорды. То есть раньше для нас 3000 было недостижимой целью последние 3 года. То сейчас мы тоже 3400 рожаем, соответственно, на территории нашего родильного дома. Это уже большой плюс. Это, конечно же, усиление материальной базы сыграло роль. И, конечно же, кадрового состава. Поэтому в целом, конечно, у нас каждое дно потихонечку движется, скажем, в положительном направлении. Из соцсетей несколько вопросов, которые именно с кадрами связаны. Был закрыт с 20 чисел сентября ФАП в поселке Гарь-Покровская. Жителями ФАП востребован. Просьба уточнить актуальную информацию по данному вопросу. Я так понимаю, именно кадровый. Да, вопрос. Там вопрос кадровый. У нас фельдшер, который работает на ФАПе, она пока временно была, так скажем, вызвана работой в Голицыно. Поэтому, я думаю, сейчас эпид ситуация улучшится. Мы, естественно, ее верим на ФАП, а что касается по ФАПу Гарь-Покровскому, то у нас там организована выездная тоже форма работы. У нас выезжала команда специалистов, соответственно, и на базе Гарь-Покровского, по предварительной записи, принимала пациентов. То есть, промежуточный бренд есть. Да, то есть, он есть, конечно, но, конечно, он не постоянно, поэтому мы активно сейчас ищем кадры и выдаем целевые направления. У нас в этом году тоже мы сделали рекорд нам больше 60 для целевых направлений по, так скажем, только в институты, около 80 в ординатуру. То есть, в данном случае мы ведем, так скажем, работу по всем фронтам и будем думать на будущее. И сейчас, конечно, программы, которые есть в Московской области, они уникальны. Это и земские докторы, это и комиссия аренды жилья, это и социальная ипотека, это «При виде друга». Все программы работают у нас в Одессовской областной больнице. По земской доктору, допустим, у нас 35 человек. По комиссии аренды жилья у нас по программе губернатора около 300 человек, по программе главы около 20 человек. Соответственно, «При виде друга» у нас тоже 5 врачей получают ежемесячно процент, соответственно, от заработной платы, которые они, то есть, когда они нас порекомендовали, к нам пришел пациент, врач, соответственно, с территории, где они ранее работали. И, как же, строили по «Ромашку», у нас поликлиника очень хорошая, и кадры состава подобрался тоже очень сильно хорошим, и, можно сказать, что полностью с каждым проговаривали, понимали, готов ли мы работать на нашей территории, потому что все-таки Одессово – это территория, можно сказать, уникальная. У нас нет там права на ошибку, нет права быть непрофессионалами. Поэтому, и видите, они приехали со всей России, там и Барнаул, там и очень много из Москвы пришли, в том числе из федеральных центров. Конечно, это не может не радовать. Но именно жилищная поддержка, насколько я знаю, она в первую очередь оказывается. Да, я сейчас слышал, что все, как правило, будут на нее рассчитывать, конечно же, и не знаю, какой город Одинцово, в Московской области, кроме Одинцово, еще можно выбрать для жизни. Полностью согласен. Вопрос о сложности записи к врачам в Звенигороде. Иногда можно только через жалобу попасть. Юлия задает УВК вопрос по Звенигороду. Есть какие-то? Я думаю, что сейчас вопрос, наверное, касается, в первую очередь, терапевтов, потому что сейчас эпидезон, и мы сейчас сделали упор на неотложную медицинскую помощь. У нас, соответственно, сейчас мы видим, что у нас резко взросла обращаемость к врачам неотложной медицинской помощи для открытия больничного листа, для, так скажем, получения необходимых назначений на анализы и лечение вот именно симптомов ОРВИ. Поэтому сейчас нами часть врачей переведена на работу неотложной медицинской помощи, тем самым планы записи к ним закрыты, и они принимают, соответственно, всех, кто пришел к ним по живой очереди. Это сезонная проблема. Да, это сезонная проблема. Я думаю, что еще примерно две недели она продлится. Учитывая то, что мы привели большое количество жителей, я думаю, что она не выйдет на массовый характер. Я думаю, как будет только спад пандемии, естественно, мы сразу же эти врачи вернем обратно на запись, и можно будет записаться без проблем, попасть к терапевту, к педиатру. У нас есть еще один звонок от телезрителя. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте Андрею Васильевичу ваш вопрос. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Говорите. Алло. Да, мы вас слушаем. Ой, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я чую его, Вера Николаевна. А, вот видите. Да, мы вас слышим, слышим, Вера Николаевна. А я хотела, знаете, спросить. У нас в городской больнице почему-то нет врача-пульмонолога. У меня у сына бронхиальная астма. И он почему-то всегда наблюдается у платного врача. Но это ведь дорого. У него четверо детей. И как бы мы помогаем, конечно, ему. Но хотелось бы, чтобы он встал на учет. Была такая вот снежанна, забыла как по отчеству. Второе отделение находится у нас в КЦО-мире. То есть, в целом, КЦО-мир, как вы знаете, в прошлом это вообще пульмонологическая больница была целиком. И мы, естественно, сохранили костяк этой больницы. И поэтому у нас там работают ведущие, так скажем, специалисты в части пульмонологии. Поэтому у нас нет, так скажем, попасть к пульмонологу на госпитализацию, либо на приемы. Как раз такая проблема, наверное, на минимальную. Поэтому пускай тогда сын Вера Николаевна обратится к своему терапевту. И он даст его направление на госпитализацию, либо на консультацию, соответственно, к врачу уже в отделение пульмонологии. А там все необходимое, дальше, соответственно, мы, естественно, сделаем. То есть, непосредственно на Бирюзово пульмонолога нет, но есть в Одинцово и есть... Есть на Можайке 55, соответственно, отделение стационарного типа есть, а это такое же отделение в КЦО Мир. А так врач-терапевт, соответственно, он посмотрит при необходимости на проект к врачу пульмонологу. Спасибо. Спасибо за ответ. Ну и продолжая нашу тему укрепления кадрового состава, еще один вопрос, касающийся именно нехватки кадров специалистов. Вопрос из Кубинки. Когда появятся детские специалисты, офтальмолог, хирург и лор? Сейчас детей приходится возить достаточно далеко. Это Оксана в ВК. Значит, вопрос в первых специалистах. Это офтальмолог, лор и... Офтальмолог, лор и хирург детский. Это, конечно, такие, можно сказать, уникальные специалисты. Они у нас представлены пока только в двух, так скажем, в трех глобально поликлиниках. Это Звениград, это поликлиника на Говрово-10 детская и, конечно, в Ромашково. Я думаю, что мы сейчас на первом этапе также попробуем организовать выездную форму детских специалистов. И в будущем, в целом, конечно, я думаю, что будем искать более активных сотрудников детского профиля. Ну, то есть, я действительно понял сейчас по вашим ответам, что сейчас даже не дорогое оборудование высокотехнологичное, а именно... Кадры, в первую очередь, да. А именно люди. Ну что ж, давайте я предлагаю тогда еще нам подвести небольшой такой подыток по кадровому составу и посмотреть сюжет Одинцовского телевидения о замечательном специалисте, который как раз-таки работает в офисе врача общей практики в Савинской Слободе. А потом продолжим наше общение. Прошу. От дома до работы без преувеличения несколько шагов. Анатолий Волобоев принимает пациентов в офисе врача общей практики в Савинской Слободе. Приехал из города Ейска по программе «Земский доктор». Наставили работу и когда офис сдали, вот с другого конца здания, там квартира врача полностью благоустроенная. Ну, кое-что сами там, конечно, доделали, чтобы полноценно жить. Условия более чем хорошие, говорит врач. Ну и работы хоть отбавляй. В день иногда приходится принимать до полусотни пациентов. В очереди на прием и взрослые, и дети. В этом и заключается особенность врача общей практики. Он оказывает медицинскую помощь по разным направлениям. Может быть и хирургом, и офтальмологом, и лором, и педиатром. Ему по силам принять даже роды. Подполагается, что имеем право и мелкие операции сделать, там какие-то рану какую-то, ушить, небольшой опухоль удалить, сильную пробку из уха достать, и народное тело роговицы из глаза достать. Большой опыт позволяет Анатолию Волобоеву делать хирургические операции. Было бы побольше медсестер, сетует врач. Здесь она одна. Мини-поликлиника оборудована всем необходимым для забора крови, физио и других процедур. Есть гинекологический кабинет. Офис врача общей практики в Савинской Слободе открылся в начале года. Он сделал медицинскую помощь доступнее для более чем пяти тысяч детей и взрослых. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Андрей Васильевич видел, с какой теплотой смотрели на этого врача. Я так понимаю, что на таких вот как раз людях и наша во многом система здравоохранения не держится, да? Побольше таких специалистов. Анатолий Волобоев, опытный врач. И, конечно, сейчас то, что он возглавляет врача общей практики в Савинской Слободе, конечно, тоже большой плюс в нашем учреждении, что может положиться. И, вы знаете, прием он ведет, соответственно, и вызыва. Ну, благо операцию там глобально он пока не делает, потому что все-таки наша военнослужащая больница, она располагает в более, так скажем, современном условии адекватной для операции. Там у нас есть лето специальные операционные. А вы так видели с сюжета, что все-таки ВОП, он большой, и есть там свободный кабинет. Я думаю, что по поручению главы мы там, конечно, существенно его усилим. И то, что вы сказали, так скажем, в сюжете это микрополиклиника, так вот она и, собственно, ею и будет. По медсестре тоже, то есть я сейчас с Анатолием Леонидовичем переговорю, то есть министрактура сейчас там есть, она, в принципе, обучена всему. Но если ему требуется, допустим, на физиотерапию, на забор материала крови и так далее, естественно, мы это все тоже усилим. Ну что ж, время наше подходит к концу. Я думаю, что звонков мы уже сегодня принимать от наших телезрителей не будем. Осталось буквально 2-3 минуты. Хотелось бы, Андрей Алексеевич, чтобы вы поделились планами на 2024 год. Он уже вот-вот наступает, уже декабрь на носу. Какие задачи, на ваш взгляд, считаются наиболее важными? Я понимаю, что все перечислить, наверное, невозможно. Да, вот если кратко пробежаться по тем реперным точкам, как сейчас говорят, какие вы для себя наметили на 2024 год? Ну, мы, как вы знаете, оцифровали свою стационарную помощь в прошлом году полностью. И, собственно, родился проект этапов нашего ремонта, нашего, так скажем, переоборудования, переоснащения. Я думаю, что в этом году мы также оцифруем полностью всю нашу поликлиническую помощь. У нас такая же большая сеть, как и филиалов стационарных. И даже она в разы еще больше. И, конечно, мы будем делать упор сейчас на стоматологии. Мы хотим сделать, чтобы, собственно, не нужно было ходить к частникам. Мы будем оказывать все виды услуг, в том числе и под наркозом. И будем это сделать сразу в системе ОМС. Хотим сейчас, так скажем, чтобы когда к нам пациент заходил, начиналось с чистки зубов. И дальше, соответственно, после этого уже, после всего, то есть уходил уже полностью, так скажем, с здоровыми зубами, с полностью, вылеченными полностью, так скажем, всеми, там, не какие-то сейчас, как мы делаем, частями, там, допустим, а будем брать, соответственно, пациентов и делать, скажем, весь комплекс услуг. Также хотим, конечно, проконтролировать все-таки стройки наших глобальных поликлиник больших, которые будут идти. И уже сейчас заранее, может, там, за 2-3 месяца до открытия, начинать формировать какой-то кадровый потенциал, чтобы потом можно было приглашать. И при открытии поликлиники, как это было с Ромашкой, вот наш положительный опыт, сразу же, соответственно, чтобы выходила бригада врачей, садилась, и начинался прием пациентов. Конечно же, будем сейчас стараться находить уже, сейчас будем подбирать команды под наш сосудистый центр, который будет в Верхушково, чтобы только не только были пустые, так скажем, ангерфишко-операционные, чтобы там в них кипело жизнь, чтобы там мы спасали жизни пациентов наших. И, соответственно, можно сказать, что смертность в нашем округе была минимальна по Московской области, чтобы мы все эти жизни, которые можем спасти, чтобы мы их спасали. Ну, естественно, будем делать упор на профилактику, потому что сейчас, в этом году показалось, что действительная адекватность систем профилактики, существенно помогает выявлять заболевания на более раннем уровне и существенно улучшать качество после их лечения. Как вы знаете, онкология, мы это все-таки основной бич со временного времени, мы выявляем при наших, там, просмотрах, диспансеризациях. Это заболевание сердца, это заболевание лёгких, это заболевание головного мозга, соответственно, что позволяет в будущем этих пациентов вылечить, так скажем, без инвалидизации, без каких-то там рисков для жизни. Андрей Васильевич, вот Вы сказали о профилактике, прежде чем мы сейчас с Вами попрощаемся с телезрителями, да, несколько слов о том, не поздно ли еще привиться. Все-таки уже зима практически, вот через неделю наступает календарная. Есть ли еще время, нужно ли еще, если человек сомневается, идти прививаться? Ну, максимум до 1 декабря, потом уже, я думаю, что будет бессмысленно прививаться, поэтому, конечно, предлагаю, приходите прививаться до 1 декабря. Кроме того, у нас есть вакцина от ковида, поэтому, если кто-то не болел, либо там болел давно, то, конечно, тоже рекомендую привиться от ковида, потому что ковид он тоже есть. Он, к сожалению, никуда не ушел, там, единичный случай, но у нас ковид, они, конечно, в нашей инфекционной больнице, они, к сожалению, лежат. Поэтому тоже можно прийти, обязательно, соответственно, пройти. Но случай единичный, именно потому, что в свое время была масштабная кампания, конечно, да, вакцинация проведена. Спасибо огромное за то, что сегодня пришли в студию, ответили и на мои вопросы, и на вопросы наших телезрителей, на вопросы социальных сетей. Я думаю, что в течение, может быть, ближайшего месяца еще, если будет такая необходимость, вы станете гостем нашей студии, опять же, в прямом эфире. Спасибо, я напоминаю, что гостем в студии сегодня был главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Васильевич Фадеев. До свидания.